Радио «Вера» представляет Иоанн и получил свое наименование Известно, что родился он около 570 года И был сыном преподобных Ксенофонта и Марии В 16 лет отрок пришел в Синайский монастырь И вскоре принял монашеский постриг Почти 20 лет он подвязался в послушании Своему духовному отцу, известному старцу Авве Мартирию После его кончины Иоанн избрал отшельническую жизнь 40 лет он жил в пустыне, в подвиге безмолвия, молитвы и покаяния Позже в Лествице он напишет Как огонь сожигает и уничтожает хворост Так чистая слеза омывает все нечистоты, наружные и внутренние Когда старцу исполнилось 75, его избрали игуменом Синайской обители Тогда-то по просьбе игумена Раивского монастыря Иоанн и написал свой главный труд Лествица — это руководство для восхождения к духовному совершенству Своеобразная лестница к небесным вратам Многие чтимые церковью святые и праведники Называли Лествицу лучшей книгой для спасения души В монастыре великомученицы Екатерины на горе Синай Можно увидеть икону XII века Видение Лествицы преподобным Иоанном Лествичником Иконописный образ точно отражает суть аскетического труда Игумена Египетской обители Восходя в небесное царство, подвижник претерпевает множество искушений и скорбей И без труда преодолеть эти испытания не получится Но тот, кто решится потрудиться ради Христа Может воспользоваться советами книги Лествица И призвать в помощники ее автора Преподобный Иоанн Моли Бога о нас